Телеканал КРТ представляет Включи беззвучный Денис включил беззвучный, значит мы включаем звучный режим И с вами снова подкаст И слово передается Здравствуйте, дорогие сябры, надо сказать С вами подкаст С вами подкаст И живе подкаст Давайте передадим слово Денису, который смодерирует наше общение Денис, без которого ни один подкаст не может выйти Потому что Денис у нас умеет ходить Додумайте Неудачный юмор на КРТ Рубрика первая Итак Итак, давайте к серьезным новостям Беларусь по-прежнему самая горячая точка на карте СНГ Это было давно, это было ожидаемо Александра Григорьевича давно предупреждали, что так будет И он, видимо, давно к этому готовился Готовились его ребята Беркутовцы Правда, слово-то итальянское, мелития, но тем не менее, ладно Милые лица, пусть будет так Вот милые лица Вот эти вот замечательные мальчики, одухотворенные Это тоже милые лица Милые лица Это варшавские лица Тем не менее, обратите внимание По-белорусски он читается То есть НЕКТА Вот Василий хочет что-то сказать о этих двух парнишках Я хочу сказать, что эти два парня на данный момент, если действительно именно только они стоят за Telegram ресурсами, как НЕКТА, НЕКТАЛАЙФ и ЛЮХТА, или я забыл как это называется, третий ЛЮХТАВАФА Они, по сути, после того, как Тихановская оппозиционерка лично сама решила, так сказать Поплагать на камеру Да ну как сказать, на камеру Погрустить Надуло камерой, которая на тебя смотрела И стоя до конца она уже в другой стране По-моему, кажется, в Литве На данный момент, в принципе, Telegram канал, который до недавних времен был, ну там, дай бог сто тысяч был А сейчас уже набрало миллион у них подписчиков И, по сути, именно они сейчас занимаются, руководят, так сказать, заврушкой в Беларуси И это не только СМИ, надо это сказать, потому что это не просто СМИ, которые освещают какие-то, раскрывают, так сказать, те вещи, которые не покажут на государственных каналах в Беларуси Они еще постоянно призывают Я лично открыл Telegram канал и там через слово там Гомель вставай, этот вставай, этот вставай В принципе, можно поставить на будильник То есть они такие утренние петушки, с которыми надо просыпаться, Кубка, реку, Гомель вставай Ну, учитывая, когда выходят, учитывая их активность, я бы сказал, вечерние петушки Потому что именно вечером Либо ночные петушки Потому что ты спишь, тебе приходит Telegram, там вставай В итоге я отписался, я долго не смог продержать Не смог так часто вставать Не смог так часто вставать Кстати, у нашей программы появился спонсор Вот эти ребята, ну, какой плюс? Плюс заключается в том, что они, по большому счету, как СММщики Они уже могут ставить себе достаточно приличную зарплату То есть у них есть кейс Модный, так говорить, кейс Провел цветную революцию в Беларуси Так, хорошая Цветная, но слишком много цветов не хватило, конечно Два Червоный, белый Да, да А белый Беларусь Любовная Беларусь Не соглашусь с Василием по поводу того, что двое парней Или там чуть больше, возможно, ведут Что-то они там ведут Во-первых, явно за парнями кто-то стоит Потому что два человека справиться с таким объемом работы Физически не могут Во-вторых, ребята зарегистрировали свой Telegram канал, YouTube канал давным-давно Еще там четыре-пять лет назад И с тех пор периодически у них всплывал какой-то компромат Например, там, Лукашенко преступления Все преступления Лукашенко Или какие-то детали из жизни силовиков Или компромат на силовиков Не соглашусь с Денисом Откуда у простых парней, живущих к тому же в Варшаве И получающих деньги от западных фондов Кто тебе сказал? Откуда у западных фондов? Для этого достаточно Вот не нужно переходить здесь на кто тебе сказал Для этого Я хочу факты услышать Ищешь, кто, с кем они сотрудничали Какие они организации представляли И какие организации сотрудничали с ними Ой, Денис, это уже какие-то стереотипные мнения Вот понимаешь, вот стереотипы, в которых мы начинаем погружаться Допустим, два парня целуются, сразу геи Если люди на западные деньги, живущие на Западе Лоббируют интересы Запада При этом Призывают Совершать там Государственный переворот Преступления Против Даже не чиновников Ленин тоже начинал из-за границы, я бы так скажу Окей, начинал из-за границы Но В конечном итоге Он Он за много что выступал В конечном итоге При нем государство Кое-как росло Кое-как развивалось И он строил систему Особенно храмы Что будет построено в Беларуси Если Если сейчас силовиков Называют Фашистами Лукофашистами Карателями Призывают их Сжигать А я объясню Постят через один Фейки На стороне карателей выступают Зеленые человечки Из российского спецназа Потом они это удаляют Но инфа разлетается Технологии Типичные Майданные технологии Фейк Ложь Эмоции Слушайте, я придумал одну штуку Вы извините, что я вас перебиваю Ничего, это одна из фишек нашей программы Да Вот я кстати задумался У нас была интересная программа Максима Гольдерба Где он разбирал И провел такой сравнительный анализ Между этими различными революциями И цветочки Я придумал противодействие Я думаю, это сексуальная определенная штука Не, не, не Ну это Делаются фотографии Для того, чтобы Посмотрите Какие мы верные Мы за любовь Добро И Смотрите, кто-то любит в туалете Кто-то любит в общественных местах А кто-то любит на фоне Выстраивающейся полиции целоваться Есть определенные Психологические Сексуальные Я противодействую То есть Есть методичка Шарпа А вот Есть Методичка Тарика Как надо действовать Значит, смотрите Что необходимо делать милиции Глава милиции Должен поехать В цветочный магазин Купить такую огромную охапку просто И вот стоит наряд милиции Эти подходят Типа с какими-то там этими Вялыми Гвоздичками Или что-то такое А они такие Хоп И каждому по букету И бегут И бегут И дают протестующим букеты А пианина с розами Представляешь С розами Да, а потом Когда они расходятся То полковник Не снимая перчаток На пианинах Войны света Войны бобра Поет И все И тогда ломаются шаблоны И никаких тогда революций не будет То есть идти Играть на опережение Да, да То есть они только-только Собираются там Сакральную жертву допустим А они хоп И между собой начинает драться Милиция Ну ладно Это уже Ну в принципе как вариант Да, действительно нужно было бы Переиграть Я хочу объяснить по поводу лука фашистов Да Дело в том, что Когда в нашей стране Люди боролись за свободу Когда это было? А, в 1917 Да, да, да Как раз когда строились храмы И увеличилось народонаселение И все сыто кушали Вот Землю По чьей напомните, пожалуйста По чьей вине народ ничего не кушал И почему народ вешал А это тема следующей нашей программы Гражданская война Гражданские драки в студии У нас когда происходили события Называй их как хочешь А Денис называет вещи как он хочет Да Единственный последний человек в нашей стране Вот После Революция, которая боролась за свободу слова Позволила Денису Единственному говорить то, что он думает в нашей стране Так вот Было принято, говорит, коммуняку там все это И там дальше была бандеризация, можно так сказать И так далее В Беларуси другая ситуация У них не было там Шухевича, Бандери и так далее Были Но не остались Ну эти Власовцы и так далее Ну ладно, в общем то такое Сам факт то, что там играет наоборот Вот это на партизанщине Играют на эмоциях людей, что фашисты То есть понимаете фашисты То есть наоборот То есть наоборот Лукашенко То есть его там иногда изображают с усиками Немножко короче И так далее То есть они играют на других чувствах То есть есть своя специфика Поэтому я полностью не согласен Специфика разбивается Разбивается А то Что А то Не надо это Разбивается Об 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 Людей Которых Задержали То есть Есть митингующие Я думаю Мы скорее всего Дойдем до этой темы Что у этих митингующих Когда Снимаются их футболочки То там Такие Скажем так Антифашисты Такие вот В кавычках Появляются Что Сложно Вот Давайте сейчас Вот давайте Это уже Да, это с официального канала Видео Но оно было доступно Еще на телеграмм каналах Еще вчера И оно очень многих Удивляло Вот Ребятки Год Мит Умс Напомню С нами Бог Была на пряжках ремней гитлеровского вермахта Железный крест Что у него еще есть у этого красавчика А вот что переводится Гоу самлекс Может быть написано Может это переводится Свастику Показывать Как она Что значит свастика Ну вот Красное пятно Вот это непонятно Подожди Это не татуировка Нет Это Это татуировка Нанесенная Тату салоном Омоном Есть такой тату Тату салон Омон Нанесем И вынесем Такие вот Ребятка Перчаточки У них Балаклавочки У них Ну еще самое интересное Что у этого милого товарища Так же Ну какие то там эти судимости А вот здесь еще нет Вот у другого Это задержали мужчину с 10 тысячами долларов Заметь тату есть на плече Да Да он тоже Тату салон Омон Красное тату Он оказывал сопротивление милиции И сломал даже нос Омоновцу При задержании Вот такие вот тоже ребятки лежат Целуют землю Благодатные У них есть и ранее судимые Как удалось выяснить Слис Ну вот Открытая Россия Ходорковского То есть это пророссийские Да? Ну тяжело сказать Назвать бандитов Какими то пророссийскими Бандиты Это бандиты В любой стране Не важно какая Не важно сколько они При задержании При задержании Опять таки Свастика 12 12 судимости Ребята Мне не все действия Омона Могут вообще в принципе нравиться Потому что Касаемо Журналистов Которых там задерживали И в том числе избивали И украинских Неизбирательное насилие И Russia Today И все остальные Было зафиксировано Многими журналистами Наблюдателями Даже вот мы смотрим Мы видим Неизбирательное Немотивированное насилие Иногда думаешь А зачем Столько насилия Зачем Но в то же время был Господин Левочкин Который Инициировал Развитие Ну потому что Он тогда был Главой администрации Президента Он инициировал Тех самых Побытых Студентов 30-го Листопада А я напоминаю Что Денис Единсон Человек Который обладает И в том числе информацией Которая звучит не везде Поэтому Как-то не везде Обладает также памятью Да Просто память То есть он читает И помнит Читает и помнит Через 30 секунд Ну ребята Опять же Да Существует такое поверье Что существует Методичка Шарпа Так И по ней Совершаются Определенные революции Действия Выходят молодые люди И совершенно случайным образом Они Повторяют Одни и те же шаги То есть мы Вспоминаем там Это цветы Да Мы такие милые Мы за любовь во всем мире Давайте любить друг друга Потом Пианино обязательно Которая Кстати Интересный факт Что в Соединенных Штатах В этом году появился Тот же самый пианист Который играл у нас на Майдане Совпадение Конечно же Совпадение Потом появляются Определенные Сакральные жертвы Появляются люди Которые Достаточно хорошо подготовлены К уличным боям И это все случайно Это просто вот Люди так вот Проголосовали Им пришло И пришло в темечко И они случайно Случайным образом Собрались вместе И начинают Бушевать И вот так Долгий 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 Период времени И сколько же Сколько же Мне интересно Надо раз еще Вот этому повториться Чтобы во-первых Хотя бы изменилась Методичка Ну вот реально Уже как бы Люди не парятся Люди реально не парятся Уже как бы А я сказал что она уже изменилась То есть были там Коммуняки Остали фашисты Это как бы такие условности Но суть в том Я почему Я за молодежь переживаю Молодежь всегда Хочет чего-то нового Перемен И я считаю что Уже пора собрать Молодежь Чтобы они Вышли и заявили Мы хотим Новую Методичку Методичка Шарпа Повторяется Новый президент Новый методич Согласен Так что друзья Если вы поддерживаете нас Напишите пожалуйста Ваш вариант Методички Шарпа Либо Как бы Вот если бы Вы устраивали где-то Не важно в какой стране Какие должны быть этапы Но Но Условия Очень правильные Не повторятся Кстати Хочу взять маленький анонс На правах Человека Кторый имеет права На правах Б категории Да И я хочу сказать о том что Часть того что я буду сейчас говорить Будет отдельно Точнее более подробно В моем борще Который выйдет Надеюсь Самое-самое-самое В ближайшее время И там Ссылочку Смотрите вот здесь Обычно твой борщ Выходит через день Вот так У меня живуток работает А Ты о программе борщ Хорошо А вот это было видно Дорогие друзья Если вы скучаете по дыбу Ставьте лайк Если не скучаете Это лучшая программа Которая когда-либо Давайте Следующая новость Это не подскажешь Мы объединимся Знаешь что самое главное В этом княжестве было Это там хорошо кушали Вот Видите Вот справа Это самые яркие продолжательные Княжества литовского И 24 года 124 килограмма Это неплохо В Беларуси Плохо живется Голодают люди Макдональдсов Нет Еды нет Бульба Ши Есть ли у нас Во-первых Музыканты Точнее не у нас В Беларуси Которые до последнего Поддерживают Граждан своей страны Деньгами Верны ли они Своим Верны Верны Так Сергей Михалок Автор шедевра Воины света Воины добра Да Действительно у него интересная музыка Интересный жизненный путь Когда я одно время Помню Был какой-то Непонятный Веселый дядька был Хороший Прекрасный Затем У него там еще случилось Затем он стал серьезным У него случилась маленькая кома Да? Маленькая кома Из-за передозировки Наркотиков И после этого На спинах человек сидел После этого он стал левым У него замечательные альбомы Капитал И прям вот такие вот Социальные направления Затем стал правый Затем наступает События в Украине И он такой Левый Нет Это не модно Буду правым Отбивается татушками И становится Таким Серьезно правым Дорогие правые Если вы смотрите это видео Напишите пожалуйста Обязательно ли Набивать тату Если ты правый Да Или только на правую руку Просто не знаю Просто вопрос Хороший вопрос Я считаю что Так а где он находится Этот господин Сергей Он живет в Украине Наверное дальше в коме Он живет в Украине Живет в Украине Выступает в Одессе Стрижет лаве Как у него там было В одной песне Ну ладно События в Беларуси Предпочитает не комментировать Смирь Да Вот он там выложил уже Кучку Клип группы Бруто Борща Клип группы Бруто Которые он сейчас поет Но Но события по-прежнему Предпочитает не комментировать Мало ли чего Но я вам хочу сказать И друзья Если вы разочаровались Беларусских музыкантов Все таки Макс Корж Все таки высказал Сначала он поступил как творческий человек Он выпустил две песни Одна из них в виде сказки Где некий мудрец забрал у людей солнце Они ему поют Или кричат ему Отдай тепло Отдай тепло В конце песни Люди изобретают искусственный свет Напоминаю песню жителей города Смело В Черкасской области У которых в прошлом году не было Весь ноябрь Часть декабря тепла Из-за махинации теплокоммуны Я правильно понимаю Что ты проводишь параллель событий в Украине Нет В коем случае Что есть будущего В Беларуси То есть вместо Изобрет не солнце Они взберут все таки электроэнергию Либо за нее будут платить Как нормальные европейцы Да? А им Россия построила Атомную электростанцию Мне кажется Учитывая что это очень опасно Я считаю что эта бомба Задерживает Замедленное действие Замедленное О корже О корже Я хотел сказать И многие сначала Красавчик Все классно Когда уже начали происходить Развиваться события То есть он Выложил песню до того Как начались протесты Но после Когда они уже начались Когда появились в том числе Жертвы И так далее Да Когда он увидел результаты Разрушительного действия То он обратился Говорит Пацаны Все вы победили Тормозите На что ему в комментариях написали Не тормози Сникер сни Сникер сни И оторвали кусочек коржа Да И не тормози Разрушай страну Вот И в комментариях ему сказали Он просто обратился к людям То что вы молодцы Все классно Расходитесь Потому что Больше вас побьют Или меньше От этого не изменится Так сказать Результат Поэтому Обращайтесь к вашим лидерам Не знаю кого он имел в виду Пускай предлагают какой-то Новый сценарий Я вам скажу такое В последнюю очередь Дорогие друзья Я к вам всем обращаюсь Нужно слушать коржа В последнюю очередь Нужно слушать людей Представителей Творческой профессии Музыкантов И себя я конечно же В этот список не включаю На всякий случай Люди Музыканты Помните кто-то говорил Не трогайте пожалуйста Изводчиков Проституток И музыкантов Они готовы служить Любой власти Но Но У нас как бы Музыканты Творческая интеллигенция Почему-то считает Что это В обязательном порядке В обязательном порядке Да В обязательном порядке Необходимо Высказать свой Какой-то фэ Потому что у них есть Представление О том Что они Что-то понимают В политике В политике Либо В политике На самом деле Не настолько все хорошо В музыке Товарищи Музыканты Что-то Чтобы вы Лезли В политику Вы у себя Разберитесь Не исполняйте Вот это вот говно Которое льется Нам в уши С телевизора С радио Вы в начале у себя Наведите В своих Театральных Помостках Разберитесь Пожалуйста Сидели Вы за рулем Машины В Москве Будучи пьяным В доску Либо не сидели А потом А потом Рассказывайте другим Каким образом Необходимо Заниматься Политикой И что такое Свобода Для себя Определитесь Что такое Для вас Свобода Вот И потом Все равно Молчите Я хочу Взять Подобное Видеообращение Видеообращение Дорогие политики Занимайтесь Музыкой Занимайтесь Творчеством Уходите В творчество Возвращайтесь Пожалуйста Черновецкий Ну альбомы Давно ничего не выходило Да Кличко когда-то играл на гитаре Я тоже хочу Чтоб Кличко снова играл И пел песни Там что-то Что-то Постой паровоз Он пел Я уже не помню Да это он про строительство Ветки метро С левого берега Наверное Постой паровоз Я все сделаю Не стучите колеса Городского метро И городской электрички Все деньги Спустил на тормоза Меня засосала Киевская трясина Не хочу чтобы отпускала Денис продолжает читать Хотелось бы уже закончить с белорусской темой Белорусы нам Прям вот очень Близки И по духу И по внешнему виду И украинцам нравится Лукашенко Что самое интересное Опросы показывают Что нравится У Лукашенко 66% Позитивно И следующее После него идет Меркель 60% Поэтому дорогие белорусы Если вы нас смотрите Давайте Бартер Мы Вам Людей уже Прошедших Революцию И Пришедших власти К вам Отсылаем А вы нам Присылайте У них огромный опыт Они Очень Они построят вам стену Или стену Лукашенко Президент Украины Меркель Премьер-министр Все Вопросов нет Идеально Задержанному у посольства Беларуси Бывшего пленного Кольченко Присудили 40 часов Общественных работ Напоминаю Александр Кольченко Заехал на Кичу Вместе Со знаменитым режиссером Олегом Сенцовым За подготовку Ну Как их обвиняют Теракты На территории Крыма Они Заставляли смотреть фильмы Или Нет Они готовили взрывчатку Для того Чтобы взорвать памятник Ленину Вот И В 2019 году По обмену Кольченко Приехал уже В Украину А так как он себя Позиционирует Анархистом Анархисты Напомню Это левая часть политикума Но тусуется с правыми Ходит на тусовки правых И совершает правое действие Да Это Украина Здесь все дружат Здесь И левые И правые Возможно всякое Александр Буртовал Под посольством Беларуси И как ни странно Полиция сработала Так И всех бунтующих И активно Сопротивляющихся Может быть это шерифы Которые Ребят Упаковали Завезли в отделение Вот теперь 40 часов На благо Украины Будет работать Александр Хотя бы 40 часов В год Общественным активистам Надо отрабатывать На благо То есть ты хочешь Чтобы активисты работали? Хочешь бы активисты Заставлять активистов работать? Ну я не знаю 40 часов Рабочая неделя Целая рабочая неделя Для активистов А Денис Безможник Доставлять таких людей Брать метлу в руки Садить цветы А не топтаться по клубам Красить заборы А не ломать заборы Господи Куда же мы катимся? То есть в принципе Делать то что они делают Наоборот Обычно Но в данном случае Дорогие друзья Не разрушать А созидать Я считаю это действительно Негуманно Это не гуманно Поэтому так же напишите в комментариях Что нужно делать с активистами Которые нарушают Не просто Нет Они в принципе Всегда Практически всегда нарушают Я хотел сказать Именно Тогда когда не надо нарушать Когда это Несогласованное Нарушение Как изменить Дневный Быть активистов Да Чтобы активисты Чтобы не заставлять их работать Потому что я повторяю это Негуманно А вот Чтобы они могли себя как-то проявить Может быть опять же творчество Давайте Зажигательную новость Давайте Новость Про машину Просто огонь Кому нравится Тесла Горилла Тесла Палала Горилла Тесла Палала Палала Педни Андрюшка Заложили бому Ну блин не надо На Незеленский Ролики Снимал Ну это На самом деле Андрей Богдан Мои Спичутя Мне Богдан всегда нравился Сразу говорю Да Он позитивный И кстати Он как-то и позитивно Отнесся к тому что Ну то есть он Скобочки Я так понимаю Что это смайлик был Ставил Когда комментировал Да обычно когда закрытая скобка Это смайл Вот А если в другую сторону И это печально конечно Я никому даже Нет Есть люди которым я бы пожелал Но мы не будем Но не будем Не будем об этом Он мне кажется Себя достаточно достойно повел Человек который поджигал машину Найден? Плохой Найден да? Какой плохой? Ну плохой найден который поджигал Плохой сейчас сидит за волынское дело Аааа Поэтому это был Неплохой Это был Неплохой Это был так себе Активист неплохой Неплохой да Просто рядом стояли другие автомобили И честно говоря Если ты хочешь навредить одному человеку Ну пожалуйста Человек Подумай о других Оттолкай двухтонную Теслу Чуть-чуть в сторонку И там ее жги 25-ти летний полтавчанин Умница Вдохновился С работами Теслы Которые можно не только сжечь Но и которые еще ездят И которые доставляют людям удовольствие Хороший переход от Теслы Да И он решил Решил создать Сайбертрак Чтобы не ждать 21-22 год Чтобы не платить 80 тысяч долларов А возить картошечку Уже сейчас По заявлению И будь уважаемым человечеком Молодец Он создал эту красивую машину С автоматически открывающимися дверями И вместительным багажником Куда уже помещается До пяти мешков картошка Я должен сказать спасибо Илону Маску Потому что наконец-то Вот понимаете Эти всякие Японские Корейские автомобили С этими закругленными Такими И Ну Сложно Колхознику Сделать Мазду Сейчас я когда увидел А теперь Оп Один лист К другому Третьему Четвертому Савчик Да Парень умница Парень умница И я могу только поаплодировать Побольше бы таких талантливых людей В 25 лет Да Это просто достижение Единственное что могу сказать Что вот когда я в первый раз увидел Эту Тесла Как она там повтори Как это правильно называется Сайбертрак 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 Когда я увидел первый раз Я подумал что это как бы Ну это не финал в машине То есть это Просто он накидал Просто ну Илон был занят Тем что он Запускал в космос На салфеточке так хоп Ну да Ребята тут доработайте Так Доработайте Но Не расслышали Не доделались Собрали так Он посмотрел Ну пойдет Создавайте А не разрушайте Думайте о том Как улучшать будущее Каким образом это делать С помощью кого И с помощью чего А не просто Поддавайтесь на эмоции И за счет кого Мы уже в капитализме Чувствуйте себя свободными При любых обсто... А я это уже когда-то говорил У себя в борще Кстати Несмотря на отношения Все Закончили Закончили Все Все Второй раз Дорогие друзья До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры